Итак, мы продолжаем. Глава 12. Рынок. Все рынки во всем мире похожи один на другой. Отличия лишь в продаваемых товарах. Те же лавки, те же зазывалы, те же воришки, хуже которых лишь сами продавцы, готовые обобрать себя до нитки. Исключение представляет, пожалуй, только восточный базар, на котором мастерство торговаться и обхаживать покупателя возведено в кранг искусства. Но рынку Брисбена, до этого года проведенные в Австралии, у нее уже был полный комплект нарядов аборигенов дизайшей, шикарная курительная трубка из слоновой кости для стейтема и целая банка сушеных, ползучих, лестающих гадов. Правда, Марта еще не определилась, кому их подарить. К тому же коллекция ее пополнялась. Хоть раз в неделю, но так случалось, что какое-то новое, неизученное существо норовило заползти в опыль Марты. Жуки, пауки и прочая живность немедленно вытряхивались сначала в ведро, а потом отправлялись в бан. Не зря есть местная поговорка. Все, что бегает, ползает, летает в Австралии, делает это с целью вас убить. За время, проведенное в этой стране, рынок стал для миссис Петерс скорее традицией, нежели реальным местом для покупки товара. Габис, всюду сопровождавший океанолога, вовсе был лишен страсти к шоппингу и занимался лишь тем, что обеспечивал безопасность своей подопечной. А это веселье не прибавляло. Подданные короны неспешно двигались вдоль рядов где-то глубоко внутри, ожидая одного и того же, кто первый не выдержит и прервет унылый уикенд. Уикенд в Англии выходные, это выходные дни в конце рабочей недели, длится с вечера пятницы до утра понедельника. Наконец, марта остановилась у латка с какими-то ритуальными амулетами и снадобьями. Оглядев содержимое лавки, она обратилась к своему спутнику. Скажите, мой друг, а правда, что здешние колдуны могут лечить болезни, влиять на природные явления и даже вызывать духов? Ирония, прозвучавшая в словах женщины, казалось, совсем не смутила Гарриса. Ну, во-первых, я бы не стал называть их колдунами, это крайне неуважительно по отношению к местным, здесь их кличут шаманами. А разве это не одно и тоже удивилась марта? Совсем нет. К колдуны это всегда отрицательное звание, люди, творящие зло и желающие нанести вред другим. Другим, шаман это друг, это помощь в сложной ситуации, когда власть, церковь или врачи в беспомощности разводят руками, идут к шаману. Ясно. А во-вторых, Гаррис вопросительно посмотрел на Марту. Что? Миссис Петерс улыбнулась в ответ на реакцию лейтенанта. Гаррис, вы сказали, во-первых, а значит, должно быть и во-вторых. Ах, да, казалось, мужчину ирония совсем не затронула. Наоборот, его лицо стало более серьезным. Вы про их способности? Гаррис на секунду задумался, потом, собравшись с мыслями, продолжил. Они могут все, и вызывать духов, и превращаться в них. И скажу вам честно, я бы не стал этого проверять. Игра с потусторонними силами зачастую заканчивается проигрышем. Ну, знаете, я не верю в всю эту мистику. Сейчас в Англии настоящий бум в лечении экзоэзотерикой. Каждая уважающаяся дама считает непременным долгом гадать на картах и посещать сеансы магов и чародеев, которых лично я считаю проходимцами и шарлатанами. Гаррис позволил себе улыбнуться, что делал крайне редко. Нет, Марта, шаманизм в Полинезии и Австралии – это совсем другое. Никаких карт, гаданий и спиритических сеансов. Во второй половине XIX века высший свет Европы поголовно был увлечен мистицизмом и оккультными науками. В связи с этим в моду вошли так называемые спиритические сеансы – процесс вызывания и общения с духами умерших. Обычно это происходило коллективно, в салоне магии или в доме у одного из участников. Дамы и кавалеры собирались за круглым столом, сжигали свечи и, взявшись за руки, хором вызывали дух умеющего человека, после чего ждали признаков его появления. Многие сообщали, что им это удавалось. Якобы двигалась мебель, гасли свечи, развивались занавески. А некоторые утверждали, что даже разговаривали с духами, и они им отвечали. «Шаман читает человека как книгу, только в отличие от вас он знает, что будет на следующей странице, чем книга закончится. Умейте вынтриговать, Гаррис? Если хотите, могу познакомить вас с таким человеком». Услышав такое неожиданное и заманчивое предложение, Марта не смогла сдержать эмоции. «Вы серьезно? Конечно, хочу! Мне, как ученому, это было бы весьма интересно. Пойдемте скорее!» Марта прихватила лейтенанта за руку и потащила за собой. Резко развернувшись, она налетела на одного из покупателей лавки. Не ожидав такого столкновения, мужчина выронил из рук только что приобретенный кожаный мешочек, из которого высыпался какой-то серо-зеленый порошок. Марта уже была открыла рот, чтобы извиниться перед незнакомцем, но увидев его, отпрянула. Перед ней стоял невысокий, смуглый мужчина, с иссушенным ветром и временем лицом, которое пересекал старый уродливый шрам. Глубокий рубец начинался над правой бровью, по диагонали проходил через глазницу, оставив вместо нее почерневшую яму и, рассекая обе губы, заканчивался на подбородке. Незнакомец сверлил Марту единственным глазом, в котором читались ненависть и злоба. И на миг женщине показалось, что его глаз поменял цвет и стал небесно-голубым, а через секунду вновь почернел. «Прошу прощения, мистер, я совершенно не хотела вас толкнуть, я все подниму». Марта присела на корточке и хотела было собрать высыпавшийся на песок порошок обратно в мешочек, но мужчина резким движением оттолкнул женщину, и она повалилась на землю. «Араинда Семантус Караэ!» – злобно зашипел незнакомец и занес кулак для удара. Раздался щелчок взведенного курка. Мужчина поднял голову, прямо на него смотрела дуло револьвера Гарриса. «По-моему, леди извинилась. Не стоит осложнять ситуацию». Незнакомец опустил руку, медленно поднял мешочек с порошком и сделал шаг назад. «Прекрасно! Как твое имя?» Мужчина громко засопел и уставился единственным глазом на лейтенанта. Через несколько секунд, видимо, с немалым трудом, он заставил себя разжать рассеченные шрамом губы и проишипел. «Анару! Я запомню это имя. На всякий случай. А сейчас пожмите друг другу руки, и мы разойдемся». Гаррис помог подняться Марте с песка, ничего не понимающая миссис Петерс, а тряхнувшись, протянула незнакомцу правую руку. «Смелее, она тебя не укусит». Анару, сделав еще одно усилие над собой, медленно протянул руку навстречу женщине. И в последний момент его взгляд упал на браслет, подаренный Эйшей. И в тот же миг с незнакомцем стали происходить странные метаморфозы. Его как будто начало выворачивать наизнанку. Мужчина зашипел и, бросив полный ненависти взгляд на Марту, скрылся в толпе. Миссис Петерс в недоумении посмотрела на Гарриса. «Что это с ним?» «Не знаю этих туземцев, не знаю этих туземцев, трудно понять, на каком языке он говорил. Впервые слышу этот диалект. Скорее всего, он прежий». «Странно». Марта задумчиво опустила голову. «Мне кажется, я уже слышала этот язык». «Только вот где?» «Не могу вспомнить». «Выбросьте его из головы, миссис Петерс. Больше он вам досаждать не будет, если, конечно, не хочет получить пулю в лоб. Вы еще не передумали посетить шамана?» В глазах женщины вновь вспыхнул азарт. «Конечно нет!» «Тогда мне следует отдать ряд распоряжений, а вам начать готовиться к отплытию». Миссис Петерс удивленно посмотрела на спутника. «А разве шаман находится не в брезбении?» Лейтенант улыбнулся. «Конечно нет!» Последнюю фразу Марта улыбнула и взяла Гарриса под руку, и они отправились прочь с рынка. Глава тринадцатая. Хижина шамана. Знакомец Гаррис обосновался на окраине северного острова Новой Зеландии, поэтому путь туда предстоял не близким. Отплыв вечером из Брисбена, только к обеду второго дня они были в нужном месте. Вдаля от поселений колонистов и па-аборигенов на береговой возвышенности стояла небольшая хижина. Па – это такое укрепленное поселение маорийских племен. Маорийских племен. Подойдя ближе к жилищу, Марта обратила внимание, что на нем не было ни одной вывески, афиши или даже рекламного плаката. Своим наблюдением она тут же поделилась со спутником. А ему не требуется вывеска. Это самый сильный шаман на всю Австралию. Полинезию, Микро и Меланезию. Слава о нем идет очень далеко и приводит людей сюда. А здесь нам точно ничего не угрожает? Все-таки мы в зоне боевых действий. Не стоит беспокоиться. Ни один маорий не поднимет оружие вблизи дома шамана. Марта показала пальцем на выжженный силуэт ящерицы над входной дверью. А что это за изображение? Это мока. Мока. С одного из полинезийских языков переводится как ящерица. Это мока. Полинезийцы верят, что предком человека был геккон. Геккон – это семейство небольших и средней величины своеобразных ящериц, способных держаться на самых гладких отвесных поверхностях, даже на стекле, благодаря особому строению лап. Полинезийцы верят, что предком человека был геккон. И нередко духи, желающие пообщаться с людьми, приходят к ним в виде ящерицы. В здешних местах это священное животное, символ сверхъестественных сил, приносящий удачу и дарующий связь с потусторонним миром. Изобразив ящерицу на стенах своего жилища, ты оберегаешь его от проникновения злых духов. Ого! Вот сейчас и посмотрим, пропустит ли она нас. Марта направилась была к двери, но Гаррис остановил его. Не спешите. Нельзя просто так ворваться в дом шамана. За нами должны пупы лети. Вскоре дверь хижины отворилась, и на пороге показалась девушка лет двадцати пяти. Ее черные, как смоль волосы, были собраны в два тугих хвоста, обвязанных красной лентой, которые спадали по плечам. Лицо было покрыто разноцветными узорами. Приглядевшись, Марта поняла, что это не татуировки, какие она видела ранее у Маори, а обычные рисунки красками. Некоторое время девушка, оценивающая, разглядывала миссис Петерс. Наконец, удовлетворив свое любопытство, она перевела взор на Гарриса. Рада видеть тебя, Лан Пайн. С чем пожаловал? Лан Пайн с английского «Одинокая сосна». «И я рад тебе, Ата, мы пришли к твоему отцу». Ата на языке Маори означает «заря». «Ждите». Не сказал больше ни слова, девушка закрыла дверь. Марта вопросительно посмотрела на лейтенанта. «Лан Пайн? Серьезно? Почему она вас так назвала?» Любому, кто бы в этот момент посмотрел на Гарриса, стало бы ясно, что этот вопрос ему неприятен, поэтому она ответила уклончиво. Это очень долгая история Марта. Ну, судя по всему, нас примут не скоро, так что я готова ее выслушать как-нибудь в другой раз. Миссис Петерс была не из тех, кто быстро сдается, и наверняка Ада пытала бы Гарриса, но ей помешала открывшаяся дверь хижины. На пороге вновь стояла Ада. «Матакине примет вас. Проходите». «Матакита» на языке «маори» означает «видящие». Пока Гаррис и Марта шли в хижине, лейтенант тихо обратился к спутнице. «В отличие от своей дочки, Матакита не говорит по-английски, и я буду говорить с ним на языке «маори», и переведу все, что он скажет». Убранство хижины шамана было довольно аскетичное. Две развернули пучки трав, черепа животных, перья и сушеные лапы каких-то птиц. В общем, было на что посмотреть. Удивил Марту и сам шаман. Небольшого роста, плотный мужчина с испещренными морщинами лицом. Был явно не молод, если не сказать стар. Однако его движения были плавными и точными. Никакой тебе старческой дружи и неповоротливости. Глубоко посаженные глаза смотрели внимательно и цепко. Он стоял в самом центре своего жилища, встречая гостей. Женщине показалось, что когда они с Гаррисом вошли в хижину, то ее будто обдуло, как бы легким теплым ветром, хотя все окна были закрыты. Впустив европейцев, Ата закрыла дверь и молча присела в углу на один из табуретов. Взяла в руки деревянную плошку, насыпала в нее какие-то зерна и стала методично растирать их небольшой каменной ступкой, забыв о пришедших. Лейтенант снял шляпу и, улыбаясь, словно старому знакомому, протянул шаману руку. Голос Матакиты звучал тихо и мелодично, словно упаюкивая. Марта отметила для себя, что, пожалуй, наличие такого тембра просто необходимо для людей его профессии. И этому, наверное, учат где-то в специальных шаманских школах. Хозяин дома небрежно скользнул взглядом по океанологу и вновь обратился к лейтенанту. Хиаха и пута айкои и тенейва. Что привело тебя на этот раз? Гаррис указал рукой на свою спутницу. Я хочу тебя познакомить со своей спутницей. Это миссис Марта Петерс. Она ученый, занимается исследованием Полинезии. Возможно, ты мог бы помочь ей в ее работе. Удивительное дело. Когда Гаррис разговаривал на языке Маори, он совсем не заикался. Марта слышала, что такое бывает. Недуг отступает, если человек поет или, как сейчас, разговаривает на неродном для него языке. Шаман внимательно посмотрел на океанолога и произнес. Гаррис повернулся к Марте. Он говорит, что вы очень сильная и смелая женщина, но вскоре тебе предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. Что? О чем он? Лейтенант перевел шаману вопрос Марты, и тот продолжил. Э-па-ан-а-ки-те-в-хана-ум. Ка-ори-и-ро-ка-хи-а-хи-а-май-ки-то-а-пхи-на. Говорят, что это связано с вашей семьей. Очень скоро им понадобится ваша помощь. Это известие не на шутку взволновала Марта. Она впилась пальцами в руку спутника. Гаррис, вы можете узнать у него более подробно, что он видит? Шаман прикрыл глаза, несколько секунд молчал, словно прислушиваясь к чему-то. Потом заговорил вновь. Матау-и-те-та-хунга-маку-ти-хи-та-ура-пи-та-ми-те-ка-хо-хи-ко-та-хи. Марта внимательно его выслушала, хотя не поняла ни слова. А когда Мата-ки-то закончил, затрясла руку Гарриса. Что? Что он сказал? Он говорит, вам надо бояться колдуна. Какого еще колдуна? По понятия не имею. Какой-то разрисованный человек. Марта, будучи человеком ученого мира, попыталась все взвесить и оценить рационально. Ну нет. С моей семьей все будет в порядке. Никаких колдунов не существует. Мы же не в сказке живем и не в средневековье. Черт возьми, Гаррис с вашими шаманами до смерти меня перепугали. Гаррис покачал головой. Вы можете ему не верить, но осторожность не бывает лишней. Хотите вы или нет, я все-таки попрошу у него помощи. Лейтенант вновь обратился к Мата-ки-то. Ки-а-ко-и-хи-амулет-арай-мо-та-ку-ко. Есть ли у тебя защитный амулет для моей спутницы? Впервые за всю беседу Марта увидела, как Мата-ки-то улыбнулся. Ка-оре-и-а-э-хи-а-хи-а-ки-а-и-а. Хи-ка-ха-а-ке-те-амулет. И-те-ме-а-ка-оре-э-те-ринга-о-те-ринга-ринга. Ей он не нужен. Амулет-то сильнее того, что у нее на руке, не существует. Когда лейтенант перевел сказанное Марте, она окончательно успокоилась. Ну вот видите, я же говорила, что все это бреднее. Этот браслет спрела мне моя дочь перед отплытием сюда. Он не волшебный, а совершенно обычный. Сплетенный из них, так купленных на рынке пензаса за шесть пензер. Пойдемте уже домой. Гаррис, хватит на нас сегодня острых ощущений. Марта попрощалась с Матакитой и уже подходя к двери услышала, как шаман что-то произнес. Женщина обернулась. Гаррис, что он сказал? Лейтенант лишь отмахнулся шляпой. Ничего существенного, миссис Петерс. Обычное попрощение Маори. И тут сидящая все это время молча Ата произнесла. Не совсем так, миссис. Мой отец уже в который раз предложил вашему спутнику избавить его от недуга. А он отказался. Марта попросительно посмотрела на Гарриса. Но почему, друг мой, если есть такая возможность, почему вы не соглашаетесь? Мое заикание неизлечимо. К тому же я не хочу, чтобы меня попарепарировали, как лягушку. Понимая, что тут ее ждет непробиваемая стена отрицания, Марта обратилась к Ата. Скажите, а это возможно? Есть способ его вылечить? Дочь шамана утвердительно кивнула. Его физическая оболочка не нарушена. Дай Атуа каждому такое тело. Но вот разум Атуа в полиницейской мифологии – это обожественное небо, один из главных богов. Он постоянно цепляется за воспоминания о прошлом, вызывая недуг. Уберем воспоминания, уберем и болезни. Лейтенант резко развернулся на каблуках и, глядя в упор на дочь шамана, процедил сквозь зубы. Мы об этом уже говорили, я как-нибудь поживу со своим прошлым. Мне оно хоть и не нравится, но оно мое. Я с ним не разлучен. И, пожалуй, это единственное, что у меня осталось. Семья, настоящие друзья, понятие долг и честь – все это осталось далеко, позади. Возможно, немного старомодно, но я этим живу. Так что лечите других, а я буду заикаться и дальше. Гаррис пытался сдерживать раздражение, но ему это плохо удавалось. Марта еще никогда не видела его таким. Выйдя из хижины шамана, лейтенант сразу перевел тему разговора. И все-таки, мне кажется, опасность для вас существует. Матакита не ошибается. И в Полинезии, и в Австралии достаточно людей, способных причинить зло. Взять хотя бы того человека на рынке. Как его там? Анару кажется. Марта успокаивающе погладила спутника по плечу. Друг мой, не стоит переживать. Помните, он сказал, что это разрисованный человек, а на том типе с рынка не было татуировок. Давайте успокоимся и верим в наши судьбы проведения. Дело ваше, миссис Петерс. Но я бы все равно постерегся. На сегодня все. До следующего раза. Продолжение следует...